ну вот вроде все пошло так здравствуйте еще раз но это получилось у меня на весь экран нет потому что там немножко как будто по-другому у а ну а а а а а и и и почему сейчас я остановлю все потому что это у меня а вот вроде угол значит мы с вами прошлый раз остановились на теореме савича вот если я правильно помню я открыл по крайней мере и ну прежде чем вот я ее сейчас формулировку высвечу и докажем я про домашнее задание хочу сказать александру гаффинстейн спасибо большое там опечатка была найдена вот и там сейчас исправленный вариант лежит одна задача там потребовало исправления поэтому если кто-то скачал но вот первый вариант скачать пожалуйста тот который сейчас там есть неточность была неточность вот теперь она исправлена значит но и у нас с вами теорема ставить а вот теорема савича она звучит вот как что если мы возьмем функцию f но поскольку у нас там не интересно только полиминальная свадим можно считать что вам это как какой-то полином вот то есть не будем ниже уходить во всякие логарифмы вот то вот для таких функций у нас выполняются вот такие вот включения что класс n space от f содержится в а-тайм от f квадрате и а-тайм от f содержится соответственно в д-спейс от f но вот я просто написал вместе поэтому там д-спейс тоже от f квадрате получилось то есть функция получается вот здесь и вот здесь на просто штамма вот ну и вот я хочу показать как такая тарима получается тут доказательства нету на слайде поэтому я переключусь на вот кран где я могу что-то писать значит смотрите давайте напишем формулировку ему с вами доказал значит у нас н-спейс что н-спейс от f содержится значит вот это вот теорема что нам даст она нам даст что если мы вот как раз класс space будем определять по-разному через детерминированные алгоритмы через недетерминированные окажется одно и то же но почему так если мы вот тут будем рассматривать в качестве f поленом то тогда смотрите при переходе от недетерминированных алгоритмов когда мы оцениваем память до детерминирован то есть сразу вот этот вот скачок делаем до минуя вот такая у нас получается что память возрастает не более чем квадратично поэтому получается что если здесь был поленом здесь тоже будет поленом вот ну а включение что д-спейс от и включается в н-спейс от и но она очевидная просто надо взять тот же самый алгоритм вот и обратное включение конечно тут будет выполняться просто для и даже квадратным обзорами и поэтому получается что в класс поиск можно так и так вот по поводу если мы стоим заменяем на тайм то есть mp да и соответственно здесь по это будет получаться но вот вот тут такого утверждения а вот для памяти оказывается и как доказывает но смотрите значит надо начать вот давайте с этого включения начнем что значит у нас вот задача какая-то да принадлежит вот вот это означает что для этой задачи есть алгоритм м да допустим машины тюнинга м которая решает вот эту задачу м решает и при этом м недетерминированная и у нас на что получается что память которую тратит машина м она есть но какое-то о большой отель то есть по порядку это значит вот это вот м отель она не превосходит какой-то константы умножить на вот что у нас происходит но и тогда смотрите мы с вами знаем как в этом случае оценить время работы и вот время работы тогда у нас получается можно оценить сверху экспоненты то есть оценивается сверху 2 умножить на то есть оценивается сверху экспоненты но и тем самым такая будет оценка вот и получается что если мы будем рассматривать вот здесь вот дерево вычислений которые возникают для вот этой вот машины на словах вот это дерево вычислений будет глубину ну порядка вот этой вот экспоненты и вот как нам теперь показать что у нас вот решается квадратично альтернирующими машинами тюринга та же самая задача посмотрите идея здесь вот в чем состоит вот если мы хотим пойти от какой-то начальник конфигурацию бывая да вот мы хотим дойти у тебя длинный сейчас нарисуем специально мы можем хотим дойти до конфигурации заключительную у нас получается здесь конфигурация имеет номер но вот порядка вот этой вот вверх то есть я там цвет какой-то штрих умножить на это вот она заключительная конфигура как нам пройти отсюда сюда то есть как вот это вот вычисление описать и вот здесь можно заметить следующую вещь что мы можем вот это вот вычисление разбить на две части то есть мы сначала должны вот так пройти а потом должны вот так и только я плохо написал значит здесь у нас длина получает ну правильно вот это я должен был напишать вот этот индекс вот этот индекс поэтому здесь участку правильный справа давайте чтоб не писать вот и тогда у нас получается вот здесь индекс неправильный у нас получается к 2 степени вот такое количество конфигурации нам надо но вот как и сделал а понятно надо сделать половину здесь и половину здесь то есть вот здесь нужно сделать два степени прям минус 1 шагов и 20 минус 1 шагов и тогда получается что вот здесь существует какая-то промежуточная конфигурация мир за это важно и нам нужно сказать что мы можем вот до нее дойти и от нее дойти до последний вот как это не делать ну вот смотрите мы можем сочинить в этом случае вот какую программу программу п я напишу некий предикат на предикат который будет зависеть от x и y вот и вот эти вот x и y но смысл их такое что вот где-то есть какая-то конфигурация x где-то есть какая-то конфигурация y и x в y хотим попасть в давайте еще третий параметр мы хотим попасть вот как значит за 2 в степени к шагов я вот это к здесь только напишу то есть вот это к означает что мы из x и попадаем за 2 в степени к шагу ну и понятно как у нас определено вот п от x y 0 то есть один шаг у нас определён это один шаг вычисления вот это вот у нас и вот а вот мы хотим теперь сказать когда 2 в степени к шагу попасть очень просто нужно сказать вот на языке первого порядка это круто что существует z какой что мы из x попадаем в z за 2 в степени к минус один шагов то есть к минус 1 здесь пишу и еще мы должны из z попасть в y тоже за 2 в степени к минус один шагов вот что должно произойти ну и не смотрите что мы теперь делаем значит вот я хочу вот на вот этот вот предикат посмотреть как на некую программу которую мы хотим реализовать причем реализовать альтернирующим алгоритм нужно делать тогда следующее вот это вот z которая здесь выбираем мы выбираем где состояние то есть мы угадываем вот это вот z вот эту промежуточную конфигурацию через которую мы собираемся пройти но вот делав вот такое количество шагов но не более чем достаточно такого количества а вот это вот конъюнкцию то что нужно сделать это и другое мы ее разделяем используя а состояние то есть наш алгоритм вы здесь разветвляется и нужно сделать и вот это нужно какое-то одно вычисление да у нас недетерминированной машину тюринга точнее они не недетерминированная даже альтернирующий вот и нужно сделать получается всё слово принесу недетерминированного от этого два вычисления но начать работать в а-состоянии то есть нам нужно чтобы здесь получил то положительно ответ и здесь получилось положительно вот что должно произойти и тогда смотрите нас У нас вот длина вот такого вычисления, она получается какая? Что нам нужно? Нам получается нужно делать, ну вот как каждый раз мы k уменьшаем на единицу. То есть здесь получается некая линейность. Откуда возникает квадрат? А квадрат вот откуда возникает. Вот это вот само z, оно требует для своей записи, для того, чтобы нам это z получить, и оно требует для своей записи порядка вот этой вот f памяти. То есть здесь у нас порядка f памяти возникает. Ну и тем самым порядка f времени, чтобы вот эту конфигурацию записать, потому что мы его выбираем в е состояние, то есть мы его угадываем. То есть и времени столько же. Вот. И получается, что если мы делаем вот такое вот количество шагов, то есть получается у нас вот здесь вот это вот m возникает, нам нужно вычислить просто p, тут начальную конфигурацию поставить к 0, здесь поставить заключительную конфигурацию с положительным ответом и сказать, что мы должны сделать не больше, чем 2 в степени m шагов, где m это вот такая вот величина. И если мы вот такую вот программу запускаем, она у нас будет работать, ну, во-первых, она будет альтернирующая, и время ее работы будет порядка f квадрата. Ну, вот, собственно, этим обосновывается вот это вот включение. Так, понятно ли, что здесь произошло? Нужно ли подробнее там объяснить? Так, есть небольшой вопрос. Давай. Даже так, не до конца я понял все-таки, как это работает. Можете еще раз повторить? То есть вы берете произвольные последствия конфигурации вашей изначальной машины, так? Да, значит, у меня есть конфигурация, ну, вот, которая приходит... У меня есть конфигурация начальная, так, начальная. У меня есть конфигурация заключительная с положительным ответом. В заключительным, давайте, с положительным ответом. Я хочу сказать сейчас, что изначально я могу прийти в заключительную за не более чем 2 в степени m шагов. И вот это m, оно говорит, что вот 2 в степени m шагов мы на самом деле собираемся делать. Понятно, да? Это ясно. Да. Как мы это делаем? А мы говорим, что мы каждый раз, то есть обращаясь к m минус 1, действительно сможем вычисления поделить на две части. То есть распараллелить вот это вычисление. И у нас получается, что вот эту часть и вот эту часть мы рассматриваем, ну, параллельно. То есть разветвляемся в а состоянии. Вот у нас есть, вот мы выбираем, выбираем вот это вот z и дальше выбрав вот эту конфигурацию z, мы вот в а состоянии запускаем программу нашу. А, все, я забыл, что альтернирующие, они же как недетерминированные работают. Да, хорошо. Да, и вот мы запускаем вот это вот, только здесь от z до y за k минус 1. Имеется в виду, что 2 в степени k минус 1 шагов нам надо сделать. Да, да, это хорошо. И видите, что происходит? То есть мы параллельно это делаем, но собираем потом так, чтобы и здесь был положительный ответ, и здесь был положительный ответ. А это означает конъюнницу. То есть вот это вот объяснение того, как должна быть устроена вот эта вот программа. Сейчас стало понятно? Да, а теперь вопрос такой, то есть, ну, с предикатами ясно, а то, что существует z, этот z, это какая-то конфигурация. Вы говорите, что для нее требуется примерная в памяти, это понятно? Да, нам его надо просто угадать, потому что мы конфигурацию должны, ну, просто вот предъявить неким образом. Но у нас альтернирующая машина, она не только a состояние имеет, но еще и e состояние. То есть вот здесь недетерминированно просто выбирается некоторая конфигурация. Промедуточная. Да, хорошо. Да, и вот в целом, если вот эту вот картинку в целом нарисовать, у нас получается так, что вообще-то вот этих вычислений, их могло быть много. Причем какие-то могли приводить в отрицательный ответ, а какие-то вычисления они могли приводить, ну, в такой же, поэтому я прямо сюда нарисую. Вот они могли приводить вот в этот вот ответ. И здесь получается, на самом деле, целая такая вот структура сложная. То есть здесь не линейное вот одно вычисление, здесь много вычислений. Но какие-то приводят к положительному ответу, а какие-то к отрицательному. И вот когда мы отсюда двигаемся сюда, мы, может быть, не по вот этой вот ветке даже пойдем, а, может быть, мы вот по той пойдем. Нам не важно. Нам важно, что такой путь у нас вот есть. И вот этот вот Z, про который мы говорим, мы просто его неким образом угадываем. Если нам удалось угадать, то это не замечательно. То есть вот таких вот Z вообще, к примеру, может быть много. Может быть, мы вот через вот этот вот Z. Да, но если мы Z угадываем, и он действительно ограниченного размера, да? Да, он ограниченного размера, потому что... То нам нужно, чтобы все P-шки, ну, все предикаты P были детерминированно вычислимые. Нет. Дело в том, что каждый вот этот вот P, он сам по себе... Давайте зеленый цвет возьму. Смотрите. Каждый вот этот P, он как дальше у нас получается? А, все, все, точно. Значит, существует такое U, что мы из... Для чего? Из вот этого, значит, P у нас из X попадает в U за K-2 шага, правильно? Да. И потом из U попадает в Z тоже за K-2 шага. Понятно, да? И вот здесь вот происходит рекурсия. И снова вот это U выбирается в E состояние, а вот эта конъюнкция вычисляется в A состояние. То есть вот это распараллеливание происходит постоянно рекурсивно. Да, теперь понятно. Хорошо, спасибо. Там сложилось вот что происходит. Да, теперь нормально. Да, и мы добираемся вот до этой вот истории, да, базисной, где уже за... То есть что такое ноль? Это два в степени нулевой, вот в нулевой степени шагов мы делаем, то есть один шаг. А как делается один шаг, у нас просто это есть, потому что у нас программы есть, и там как раз все шаги по одному описывают. Да, это уже нормально. Вот. Вы видели, да, какой фокус происходит? Угу. И вот эти вот альтернирующие машины, вообще вот эта вот идея, фактически это идея распараллеливания программ. Хорошо, еще раз, а почему f квадрат? f квадрат почему? Сколько вам шагов надо сделать? Ну, понятно, что вот здесь, уменьшая вот это k, ну или вот начальное вот это m, тут порядка вот этой степени шагов. Эта степень, это у нас и есть f, вот это вот f от m. Но дело в том, что для того, чтобы сделать один шаг, вам требуется время на выписывание вот этого z. И вот чтобы выписать вот эту конфигурацию, это же конфигурация, вам надо памяти занять сколько? Вам надо памяти занять, ну вот столько, это снова f. Но она угадывается, поэтому она линейно выписывается, то есть там на вычисление много времени не тратится. Вот. И поэтому получается, что там порядка f памяти и порядка f времени получается. Но если теперь одно умножить на другое, у вас получается f квадрат. Да, все, спасибо. Вот. Так, ну, сложилось, да, вот как это происходит? Да, теперь все нормально. Теперь вот есть. То есть это мы обосновали с вами вот это вот включение, так? Теперь нам надо обосновать вот это вот включение. То есть, что теперь мы вот это вот отайм можем промоделировать вот этим вот DSpace, причем с такой же самой оценкой, что нам, в общем-то, больше ничего не понадобится. Давайте посмотрим, как это идет. Значит, я пишу заново тогда, что мы доказываем. Значит, у нас NSpace от f содержится от f квадрата, а это в свою очередь содержится в DSpace, ну, от того же самого f квадрата. То есть можно считать, что тут какая-то функция g, и здесь какая-то тоже вот функция просто g, чтобы не писать этот квадрат. И мы хотим вот это вот включение показать. Ну, смотрите, значит, что у нас происходит. Вот я снова буду рисовать дерево. Значит, вот у нас есть задача L, которая принадлежит вот этому классу. Значит, что у нас получается? Вот если мы берем какое-то слово и подаем на вход машине Тюринга, вот мы отталкиваемся от начальной конфигурации к 0, А дальше можно считать, что у нас с вами фактически есть только две конфигурации. Одна положительная с положительным ответом и одна с отрицательным ответом. И все вот эти вот вычисления, которые здесь есть, ну, они или сюда сводятся, или сюда сводятся. То есть вот у нас есть тут какие-то вычисления. Вот сюда идут, может быть, туда идут. Вот как-то вот они тут устроены. Вот. Причем здесь есть и А состояние, и Е состояние. Вот. Что нам нужно сделать? А нам нужно, вот если мы где-то вот оказались в серединке, и у нас здесь вот какое-то разветвление, значит, нам нужно, получается, просто вот если мы сюда неким образом пришли, просто последовательно пройти по каждой вот этой вот ветке. Ну, и тут куда-то до конца, тут там куда-то, тут куда-то. И смотрите, что получается. Чтобы вот это сделать, то есть чтобы по вот этой вот структуре пройти, нам единовременно достаточно держать в памяти только одну вот эту вот ветку. Вот. И что нам нужно в этом Е, нам нужно в этом случае, в этом случае просто смотреть, вот тут вот Е состояние, или это А состояние. И поэтому, когда мы вот рекурсивно прошли вот сюда, если мы вернулись сюда уже с принимающим, с положительным ответом, все, можно вот даже по вот этим вот веткам просто не ходить. И двигаться дальше, подниматься вверх и смотреть, какое там у нас будет. Допустим, здесь было Е, а здесь, скажем, было А. Вот это А я так засекну. Вот. Ну, ясно. Это то же самое по факту, что когда вы end time доказываете, что в the space он лежит. Конечно. То есть мы последовательно просто проходим по всем вот этим вот веткам. За один раз мы храним только одну ветку в памяти. Ну и потом просто смотрим, что там получается. Вот. И нам достаточно идти просто по вот этому дереву вычислений, ну и все. Да. А с размером, что мы можем это хранить, это сходится, потому что у нас зона ограничена. Ой, время ограничено зоной. Да. Или что я сказал? У нас время… Зона ограничена временем, вот. Да, да, да. У нас, значит, вот мы памяти не можем потратить больше, чем потратили время. Да, а хранение, видимо, вот этих как бы выборов и состояния – это какая-то константа просто, да? Да, это просто константа. Нам нужны нули и единицы на самом деле, вот когда мы двигаемся на это. Что, да? Это у нас время. Вот и вся идея. Поэтому вот это вот вообще просто доказывает. То есть мы детерминированным обычным алгоритмом последовательно просматриваем просто все вычисления. Ну вот такая тут история. Поэтому вот и вся идея – доказательство. Так, ну я возвращаюсь тогда назад. Вот где вот это вот написано, да, красиво. Ну и отсюда, конечно, получаются разные следствия. То есть мы можем, во-первых, классы определить соответствующие. АП, ну это когда у нас по аналогии с ПМП, только теперь для артернирующей машины. АЭКС тайм, вот. Ну и вот я теперь ввожу вот эти вот DPSPACE, NPSPACE. Смотрите. Вот не PSPACE, как оно было, а DPSPACE. Ну и, соответственно, NPSPACE. Ну и мы, конечно же, получаем, что вот эти классы равны. Но это то, с чего я начал. Ну и то же самое, значит, вот в этой вот истории. Здесь тоже неважно у нас детерминированный или недетерминированный алгоритм. Ну и получается, что эти классы равны. Ну вот такая вот штука. Ну а то, что там еще это АП получает, там задачка просто есть. Ну она, наверное, просто с учетом теоремы Савича решится. Поэтому вот. Ну вот так. Просто объединение. Ну, конечно. Конечно. Значит, можно ли теорему Савича доказывать минтойки, извините, минуя вот эту вот среднюю составляющую? Конечно, можно. Нам просто проанализировать доказательства и напрямую вот эти вот вещи связывать. Просто мне хотелось вам показать альтермирующие алгоритмы. Очень часто про них не рассказывают, когда рассматривают теорию вычислительной сложности. Но они оказываются очень удобны. Дело в том, что вот помните, мы с вами смотрели полимодальные логики. И там вот в этих полимодальных логиках были логики, которые описывают вычисления. В том числе вычисления могут быть недетерминированные. Вот там динамические логики возникали. И когда вы описываете сложность вот этих логик, то есть хотите получить доказательства, иногда удобно использовать альтернирующие алгоритмы и их описывать. И вот эти формулы, они позволяют легко описывать альтернирующие алгоритмы. И вместо того, чтобы доказывать, там, ну, для динамической логики без пересечения, например, получается X-Time, полная задача. И вот чтобы трудность доказывать, можно просто рассматривать альтернирующие алгоритмы, которые решают задачи, ну, там, со своей оценкой. Ну, и получается довольно такое несложное описание, потому что язык позволяет это делать. Он позволяет описывать альтернирующие алгоритмы. Так что вот это есть в нашем курсе, вот этот вот класс, который А, да, там, А, Тайм, А, Спейс. Ну, вот. Вот, собственно. Ну, да, вот. Курс я слушал, там про альтернирующие тоже не рассказывали. Ну, очень часто не рассказывали. Зато бывает рассказывают про алгоритмы, там, всякие вероятностные. Вот такая история. Да, 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 да. Ну, а я не буду про вероятностные рассказывать. Так что, если вот другой курс слушали, там, наверное, про вероятностные услышали, ну, а здесь про альтернирующие. Вот. Значит, теперь, вот, теперь, как все-таки оценивать сложность задач? То есть, вот, как показать можно бы было, что, ну, какие-то вот, когда вопросы о равенстве, о включении, там, или не равенстве классов, можно свести к вообще отдельным задачам, к вопросам о сложности отдельных задач, в чем конкретно. Вот, оказывается, это можно сделать. И для этого мы сейчас введем некоторые понятия. Ну, и я покажу, вот, как это делается. Как можно, вот, конкретную задачу просто указать, для которой нужно ответить на конкретный же вопрос. Вот. Ну, и нет ответа. До сих пор оно не сделано. Значит, смотрите. Вот мы вводим понятие полиномиальной сводимости задач. Значит, мы говорим, что задача L1, ну, или содержательная задача принадлежности слов, множества L1, сводится к задаче L2. Если выполняется следующее. Существует полиномиально вычислимая по времени функция, которая вот что делает. Она по каждому слову X в алфавите первой задачи строит F от X в алфавите второй задачи. Вот с этой эквивалентностью. Что X хорошее тогда и только тогда, когда F от X хорошее. Ну, и обозначают вот здесь, что пишут меньше или равно, и букву в купе, или пишут поле, то есть полиномиально сводимое. Ну, вместе с полиномиальной сводимостью можно какие-то другие рассматривать, или вместо полиномиальной сводимости можно другую сводимость рассматривать. Например, рассматривают логарифмическую сводимость по памяти. Здесь полиномиальное по времени, а там логарифмическое по памяти. Из логарифмической по памяти, ну, с учетом вот этих вот оценок, там в экспоненту раз, как раз у вас получится полиномиальное по времени. Поэтому вот если сводима одна задача к другой логарифмическим по памяти, то, конечно, она сводима полиномиально по времени. вот можно ли наоборот сказать но насколько я знаю это открытый вопрос то есть следует ли исполнилось вадимовского дарифмическая насколько мне известно это до сих пор ну и вот замечание про сложность то есть что вот это нам дает смотрите значит здесь мы задачу сводить другой задачи значит вместо решения вот этой мы можем решать вот это что требуется а здесь содержательно получается сложность вот этой задачи плюс еще сложных вычислений а вот этой самой ты если вычисляется довольно просто ну нам это хорошо то есть получается что вот эта вот задача она не сложнее чем вот это вот данным задача принадлежности либо здесь надо смотреть и вот поэтому и выбирают f достаточно простой например полиномиальной функции чтобы мы могли оценивать сложных задач через вот это вот понятие сводить в другую сторону тоже то есть вот если вот эта задача решается трудно ну тогда получается что это должна решаться трудно если мы трудную просто свели к некоторой задачи значит это некоторое то что я думаю понятно это изменение на двигающие дальше там и значит ну примеры здесь есть ну давайте посмотрим вот когда какие-то их высвечу просто много вот почему вот эта вот задача легко сводится полиномиально вот к этому понятно надо просто единицу прибавлять берем число какое-то к ему сопоставляем к плюс 1 ну и понятно что вот к было четное тогда и только тогда когда к плюс 1 ничего наоборот абсолютно та же самая функция это сведение осуществляет поэтому можно ту же самую функцию используешь что получил основу вот дальше проблема невыполнимости полиномиально сводится к проблеме тождественной истины значит ксад это выполнимая форму здесь дополнение ксад то есть не выполнил сетель это классика logic это множество тождественно истинных булевых форм почему проблема невыполнимости сводится но если формула невыполнима да то ее отрицание тождественной и наоборот поэтому формула невыполнима тогда и только тогда когда ее отрицание тождественной и сводящая функция состоит в следующем мы просто приписываем отрицание в начале форму абсолютно тоже самое сведение она позволяет сделать наоборот то есть если формула тождественной истинной то ее отрицание тождественной ужинного дальше вот теперь смотрите и проблема выполнимости и проблема невыполнимости но этим самым проблема невыполнимости значит ордейственной сводится к проблеме истинности булевых формул с квантерами смотрите я напишу это просто вот это откуда получается почему проблема выполнилась поменяемо сводится проблема истинности булевых кубок булевых формул с квантерами это очень просто если у вас здесь вот есть формула фи от p1 и далее пн то ей нужно сопоставить вот какую форму существует к 1 когда существует пн и тогда вот эта формула выполнимо это что означает что существует оценка вот этих переменных при которых она вот оно и написано только это уже будет формула ну и наоборот если эта формула истинно значит вот эта формула тем самым буквально ну и там еще сказано что проблема невыполнимости на полиномиально сводится но невыполнимости давайте мы ее заменим на тождественной вот и тогда смотрите вот у нас вот формуле от p1 пн нужно просто вот какую сопоставить для любого в коробе для любого пн и тогда получается что мы с помощью квантера могли сказать что вот этого формула тождественные нам просто было написать вот этого ну а эта проблема она получается полиномиальный эквивалентно поэтому раз для этой доказать ну для это понятно все тут надо отрицать просто брать что для любых к у вас неверно и это вот вот ну вот такие простые сведения видите вначале просто приписывается квантерная приставка поэтому куба и она содержит себе и проблему выполненности и проблему невыполнимости и опровержимость и нигде объяснить вот это так что там дальше классическая логика полиномиально сводится контуиционисты но вот это вот известная история теорема глибенко до формула принадлежит классической логике тогда и только тогда когда идет война и отрицание принадлежит интуиционисты как мы с вами смотрели поэтому вот вам полиномиальное сведение одной задачи на рубль вот это вот сложная история вот я наверное не успею рассказать как вот это получается может быть для модальных логику я хочу сказать как для модальных вот получается такое сведение как у бф сводится на калька 4 но вот оказывается что вот эти две задачи ведь они полиномиальные приводят вот ну и немножко тут вот на логику переход оказывается можно то что в логике происходит описывать нудмер в теории графа то есть проблема выполненности она несложным образом сводится к теории графа то есть показывается как по формуле но там не совсем так там по формуле в конъюнктивной нормальной форме можно будет доказать что вот эта проблема она эквивалентно достаточно конъюнктивной нормальной формы рассматривать и вот формула в конъюнктивной нормальной форме они легко сводятся задачи клика то есть показывается как по формуле построить граф и некое число к что вот формула выполнима тогда и только тогда когда в этом графе существует клика размера к вот это можно сделать это можете посмотреть это подробно описано в книжке гэри и джонсона вот там это есть вот и можно посмотреть как так вот за счет вот этой полименальной сводимости мы теперь сформулируем некоторые понятия вот первое понятие это понятие трудности в некотором классе сложности c и вот задача называется трудной если к ней полиномиально сводится любая задача из этого класса то есть не просто некоторые любая так я прошу прощения я не отключил телефон сейчас я быстро не подмечу прошу прощения сейчас я отключу что мы вышли там больше нет такой вот и вот получается смотрите какая штука что задача оказывается вот какой если она трудно и мы научимся ее быстро решать то за счет того что все задачи класса сводятся к ней полиномиально но вот мы все задачи этого класса тоже научимся быстро решает вот примерно такая идея если еще сама задача принадлежит этому классу она называется полное в этом клайк то есть полнота означает трудность классе и принадлежность этому классу одновременно и вот если мы в классе сможем найти полную задачу то смотрите это оказывается самая представительная задача в этом классе и хорошо бы разобраться тогда с ней одной вот она решается быстро или не решать например полиномиально по времени ну и вот здесь ну давайте я вот немножко поясню вот равенством классов пмп вот у нас есть класс п и где-то есть классом п я не знаю он совпадает или не совпадает я пишу что он как будто бы больше вот и вот если мы возьмем н.п. полную задачу ну вот скажем вот здесь она окажется вот это вот задача н.п. полна да тогда смотрите вот если эти классы не совпадают эта задача точно лежит вот здесь вот то есть она находится в их разницы в их разности вот а если у нас окажется что н.п. полная задача лежит вот здесь полна вот этого задачи то у нас получается что все задачи классы н.п. сводятся к ней полиномиально она сама решается полиномиально и тогда вот в этом случае у нас получается что п равно н.п. на вот в этом случае получается что п не равно н.п. потому что мы нашли задачу которая в разности этих классов ну чем сам класс не совпадают их разных не пусто вот и тогда вопрос получается вот какой а давайте мы возьмем конкретную н.п. полную задачу и просто для нее решим вопрос существует для нее полиномиально алгоритм решения или не существует и вот все бы здорово но нужен пример такой задачи не вот если мы например такой задачи получим к ней одной можно теперь вот эти вот вопросы ну и вот я сейчас вернусь на слайды но прежде вот это пояснение она понятно про то что в зависимости от того где лежит он по полная задача мы получаем равны эти классы минералу да да тогда я возвращаюсь на слайд на счет опять не буду потому что тут сейчас возникнет формулировка а доказательства основанных лайков значит вот это теорема куколе и на на западе кукол получил на ливен получил что вот оказывается проблема выполнимости булевых формул она является примером такой задачи и вот это вот задача на самая представительная в этом классе ну не она одна потому что например она полиномиально эквивалентно задач клика то есть задача клика тоже оказывается нп полный и на самом деле известно сейчас просто огромнейшее множество задач которые являются нп полными например задача принадлежности модальной логики 5 является нп полный много там на графах много таких задач и игры есть которые вот значит там вопросы вы наличие выигрышной стратегии вот тоже оказывают центр полными задачами и вот очень-очень много задач которые возникают которых компьютерах возникают которые требуются решать они тоже оказываются нп пол вот ну и вопрос как это доказать так что у меня есть по этому поводу а значит это уже следствие давайте я тогда покажу как он доказать идея довольно таки простая вот мы берем задачу которая принадлежит классу нп и нам нужно доказать что вот этого задачи полиномиально вводится к задачи выполнить то есть что получает нам нужно построить функцию f которая является полиномиально вычислимой и при этом выполняется вот какая эквиваля произвольное слово x принадлежит и тогда и только тогда когда f от их является выполнимой формула то есть получается что вот это вот f состоит в следующем нам по иксу нужно формулу написать эту формулу можно написать достаточно быстро то есть полиномиально и вот вопрос как это сделать так вот смотрите что значит что у нас вот это вот задача и принадлежит классу нп отсюда следует что существует недетерминированная машина тюринга которая решает и при этом время ее работы оценивается сверху полинома значит получается что время работы машину м машина м на словах динам оценивается сверху некоторым полиномом а то вот это полином что это означает а это означает что если мы на ленту пишем слова с 1 x н это вот наш вот этот вот дни на его н то получается что лента вот которую нам достаточно рассматривать она ограничена вот число ячеек которые нам интересны она ограничена сверху вот эти вот это не больше чем поэтам но мы можем каждый раз считать что их ровно п от м и ровно п от м ячеек вот здесь вот описать и тогда получается нам нужно описать как происходит вычисление на вот этой вот машине тюринга вот в такой вот вот в таком пространстве причем вычисление недетерминированное что мы для этого сделаем а мы для этого введем пропозициональные переменные в достаточном количестве чтобы вот эти вот переменные описывали конфигурации и описывали как конфигурации меня давайте делать не что нам у нас какое количество шагов то есть время ну вот здесь да ты от м ну вот давайте ведем такие переменные c в момент времени 3 обозревает и ячейка с номером на шаге на шаге ты обозревается ячейка таких переменных у нас будет немного и будет смотрите поле но почему количество шагов ограничено поле но вот количество ячеек тоже ограничено поле но то есть мы не так много введем таких переменок дальше нам потребуется говорить в каком состоянии находится машина тюринга в конфигура введем переменную ку на шаге ты машина находится в состоянии ну например же на вот находится находится в состоянии ну естественно в некотором вычислении вот которая нас интересует а нас интересует чтобы она существовала вот значит и символы на шаге ты в ячейке с номером и записан символ с номером уже но вот я напишу символы жить то есть это вот символ с номером же какое-то а житель и вот это вот все переменные фактически которые нам потребуются чтобы описывать конфигурации смотрите вот этих мы поняли что немного этих также потому что ты снова вот их количество ограничено вот этим птм их поле но вот это же это вообще некое фиксированное конечное число вот этих жить потому что нас фиксированное конечное число состояние то есть вот этих кул порядка птм получает вот этих с сколько но смотрите сколько шагов сколько ячеек то есть порядка p в квадрате а какой символ записан у нас фиксированное количество символов в уставите вот этой вот машины вот и получается что вот этих переменных немного их полено мы будем задействовать все и теперь нам надо написать формулы которые описывают вычисление машины м вот на этом слове и первое условие и второе условие нужно описать что это вычисление заканчивается положительным ответом вот это надо ну давайте будем считать что положительный ответ значит положительный ответ это уж такое для определенности это просто будет пустая лента то есть пустая лента и означает что у нас как бы в ответе один это да вот если на ленте что-то записано но тогда получается что это отрицательный ответ вот пустую ленту легко описывать просто будет ну и что как и в случае доказательства теоремы черча мы просто опишем формулу которая теперь опишет нам вычисление машины м на слове x вот и все единственное что вместо квантеров мы теперь будем использовать большие конъюнкции и дизъюнкции вместо квантеров всеобщенности у нас конъюнкция будет место квантера существования дизъюнкция будет по тем формулам или там переменным отрицанием переменных которые требуются но смотрите что нам нужно нам нужно описать формулу которая дает начало вычислений старт значит что это такое это мы в нулевой момент времени находимся в нулевой ячейки и при этом что у нас происходит в нулевой момент времени мы находимся в нулевом состоянии и в нулевой момент времени в нулевой ячейки записан граничный маркер дайте так и будет цель граничный маркер то есть у него номер один мы договаривались когда можно единицу здесь писать ну и дальше значит в нулевой момент времени первые ячейки записан символ и самим и так далее в нулевой момент времени в н-ой ячейки записан символ xm ну а в остальных у нас ячейках то есть в n плюс 1 записан пустой символ и так далее в нулевой момент времени на ячейки p-a-t-n записан тоже пустой символ то есть там пустая чем вот так описывается старт дальше теперь мы должны сказать что машина кьюринга в каждый момент времени находится ровно в одном обозревает ровно одну ячейку находится ровно в одном состоянии в каждой ячейке записан ровно ну давайте вот эту формулу запишем что это каждый момент времени это конъюнция по всем ты от 0 до что должно происходить у нас машина должна находиться в каком-то состоянии то есть дизьюнция дизьюнция получается мы должны обозревать какую-то ячейку то есть на шаге ты какая-то ячейка и обозревается и при этом и при этом конъюнция что неверно что обозреваются ячейки с другими номерами то здесь нужно написать что же отличается от и а и у нас изменяется от 0 до п от м вот и вот так надо делал то есть у нас каждый момент времени обозревается но и мистер скопки вот так поставить обозревается ровно от найти ну аналогично пишутся формулы для единственным для того что вот одно состояние массе и аналогично пишутся формулы которые говорят что в каждый момент времени в каждом в каждой ячейке записано ровно один вопрос вот какой надо мне вот здесь вот эти формулы явно написать или я могу пропустить на их выписываться это недолго это быстро мне понятно ну можно просто взять доказательства теоремы черти посмотреть что как вот это построено да по аналогии будет строиться вот этим давайте я вот оставлю в качестве упражнения что вот аналогичные форму нужно здесь написать не здесь для с тоже аналогичные формулы что нам важно нам важно что вот эти вот формулы досмотрите вот скажем вот если мы посмотрим на ее длину а она какой порядок то есть вот какой какая она по порядку вот смотрите значит здесь у нас порядка п здесь нас порядка п дезинтиручная тут конъюнктивных ну а тут у нас получается что тут константа потому что мы каждый шаг мы берем и на каждом шаге у нас это были да нету тоже п для же тоже у нас поэта то есть порядка чего у нас п от н в кубе то вот это сверху мы можем ограничить вот это вот и тогда получается что поскольку здесь никаких вычислений к делать надо и вот эта формула выписывается за полиномиальное время то есть вычисляет вычисляет за полиномиальное время вот ну аналогично значит этого цветы до аналогично с этой формулы и сет то есть они вычисляются за полиномиальное время от длины входного слова то есть вот от этого н вот почему длина ограничена сверху полиномом ну и никаких сложных вычислений внутри делать не надо можно прямо брать и выписать значит в результате мы описали как машина кюринга стартует какие условия должны выполняться для ее работы и теперь нужно описать как машина кюринга выполняет какую-то команду какие у нас есть инструкции у нас инструкции имеет вот такой если мы находимся в состоянии видим символ ажи мы должны перейти в состоянии кука ну и дальше сделать так вот на фокус здесь вот какой у нас машину недетерминированная и у нас вот таких вот команд на самом деле можно быть довольно таки много вот и получается что вот здесь может быть к 1 или 1 дельта 1 и так далее вот в ку и там видим ажи мы должны перейти в ку к там какое-то кутбуку использовать у например а и мы должны сказать что хотя бы одна из этих команд выполняется довольно просто сделать то есть получается что если мы в какой-то момент времени ты обозреваем ячейку с номером так и нехорошо давайте я буду использовать ячейку с номером альфа и при этом в момент времени ты находимся в состоянии вот этом номер и и при этом в ячейке с номером альфа записан символ вот с этим номером то есть это жизнь то тогда что мы должны сделать а мы должны выполнить хотя бы одну из этих команд то есть получается мы должны взять дизюнкцию ну понятно по всем вот этим вот команду и что должно у нас произойти мы должны вот в момент времени ты плюс 1 перейти в какое-то состояние к как только символ записать тэпус первого в ячейке с номером альфа какой в это не при этом сдвинуться да то есть получается что церковь моменты плюс 1 альфа должно быть вот какое вот здесь я считаю теперь что вот эти дельты это плюс 1 минус 1 или 0 значит не плюс это вот это вот в это то есть это дизюнкция по всем вот таким вот время вот это он должно произойти и еще нужно написать формулу что вот все остальные символы которые были то есть те которые не находятся в ячейке с номером альфа остаются неизменными вот это давайте не буду писать этаж как старинчик и тогда получается что теперь мы должны взять но вот здесь вот конъюнцию по всем тэпо всем альфа то есть это конъюнция по всем тэ и конъюнция по всем альфа которые у нас и тогда у нас получится формула которая описывает все инструкции разум все инструкции вот с такой вот левой части то есть можно сказать что это инструкции от и жить то есть q альфа и q это не ажит вот значит и тогда что получается мы теперь можем написать что такое вычисление то есть как программу у нас это пишут а это мы должны просто взять конъюнцию всех вот этих вот инструкции по и ниже ну и смотрите на есть каждая вот такая вот формула они она конечно же вычисляется полиминально почему но ты у нас у него полином значение у альфа полином значение но и у того что тут внутри происходит тоже полином значение останется там эти полиномы перемножить вот причем там конечное число со множителями ну и перемножив их мы получим что каждая такая формула вычисляется поменять ну их конъюнция тоже конечно вычисляется поэтому получается что вот эта вот формула которая описывает работу программы она полиномиально вычисляется по слову x длины n которая нам поддается на фото так вот смотрите вот этот момент понятно или тут требуется что-то пояснить просто я вот этот кусочек явно не выписывал можно вычислить выкрыть непонятно как относиться давайте тогда буду считать что понятно но если что можно будет видео пересмотреть или у меня потом спросить значит но не что получается теперь нам нужно написать формулу которая говорит что у нас на ленте записан положительный ответ вот значит здесь вот как нам нужно сказать что в какой-то момент позитив значит это вот какая штука что в какой-то момент времени мы пришли в заключительное состояние и при этом заключительное состояние это первое состояние так где мы при этом находимся неважно но при этом важно что мы имеем имеем в записи то что пустую ленту то есть у нас получается с вот в этот момент времени в этот момент времени вот в нулевой ячейки записан граничный маркер а все остальные с и момент времени но там записан 0 и тогда на шаге ты в лечейки с номером парк м тоже записано 8 вот это у нас должно ну единственное надо еще вот что сделать то есть тут хитрое жуничество одно нужно мы вот когда выписывали программу вот здесь вот мы еще одну инструкцию с вами напишем который нет в машине тюринга который говорит следующее что если мы пришли в заключительное состояние то ли статку один ку заключительное и видим какой-то символ какой-то символ а то мы просто-напросто в этом случае пишем этот символ а и остаемся на месте то есть номер 10 пишу это вот для чего нужно что если мы вот закончили работу и там например нас получился отрицательный ответ и положительный наоборот ответ чтобы дальше он изменился но нам важно чтобы отрицательный не изменился на положитель почему потому что когда мы вот это вот описываем могло получиться что на 15 шаге мы остановились и получили в этом случае отрицательный ответ а потом просто так формула оказалась друг истиной на 16 шаге что там положительный ответ потому что дальше никакого вычисления нет а раз никакого вычисления нет что хотим то формула не описывает никакого противоречия не будет а если мы с вами дополнительно внесем вот такую вот инструкцию которая реально работать не будет но для нее напишем вот вот такую вот формулу вот то есть если эта инструкция у нас скажем же то мы напишем форму могут живым такой вот там ее просто включим в программу дополнительно ну давайте вот я назову вот это вот вот так а скажем же там у него вот и тогда сюда еще нужно включить вот это вот режим убегая ну в смысле формула которая вот это вот описывает вот это вот у нас была житая а вот это вот у нас формула которая описывает ну вот и тогда у нас получается что если мы теперь все это вместе соберем у нас и подвиг получится вот что такое это старт и вот эти вот формула которая описывают работу машинку чьюдинга и нам нужно описать как работает программа вот это вот технической дополнительной инструкции и нам нужно сказать что мы при этом приходим к положительному ответу и вот этого формула она описывает в результате какие-то что во первых мы работаем по всем правилам и во вторых мы получаем положительные вот конечно все что вот здесь вот есть а вот все вот эти формулы а не зависит от x почему потому что во всех у них ну как минимум тут просто x сидит дома зашито здесь а вот в этих формулах записано что мы рассматриваем только ячейки и время ограничено сверху вот этим п от н а н вычисляется по и на слово поэтому конечно же вот это вот все зависит от x но и тем самым ну и дальше техническая здесь история надо просто индукции по построению машины тюринга как в случае теорема черча показать что у вас значит м от слова это есть пустая лента тогда и только тогда когда это выполнимая форму ну а вот это вот означает что м выдает на x положительный ответ пустую ленту это в точности означает что и в результате мы доказываем вот это вот эквивалентно вопрос такой понятно ли вот это вот рассуждение эквивалентность вот эту строго я хочу не доказывать но техническая мука история вот она несложная но долгое здесь нужно индукции по вычислению просто показывать что формула который оказывается есть она промежуточной но они в точности соответствуют тому как описывается конфигурация внутривычный александр нас покинул не так полагаю что александр вышел это доказательство вот но вот кто присутствует я вижу екатерина лады понятно вот это рассуждение меня там просто выбросила в какой-то инцидент была плохая поэтому мне нужно будет переслушать это ладно ну вот идея простая была что мы просто формулами описали вычисления машины хорошо тогда давай да это я понял но детали просто так вот к сожалению получил детали не очень были по понятно потому что выпали я потом переслушал спрашиваю хорошо вот ну и тогда давайте я буду считать что вот мы ну по крайней мере идею достаточно детального поняли как вот такая ведь доказали и значит что в итоге получилось получилось что поскольку вот это f от x строится полиномиально да то мы полиномиально среди проблему выполнил проблему принадлежности а или это произвольная задача и в классы mp проблеме выполнимости булевых формул вот но и тем самым оказывается что проблема выполненности булевых формул нп трудно вот почему я оставлю конец доказательства а потому что конечно же она принадлежит классу mp это мы с вами замечали раньше то есть недетерминированными алгоритмами эта проблема решается полиномиально достаточно угадать набор просто много выписать некоторый набор значений переменных и проверить значение формул на этом наборе вот в этом состоял у нас алгоритм который показывает что проблема выполненности принадлежит классом ну и все и теорема кука она оказывается в результате доказательства я тогда переключилась на посмотрим что у нас там дальше и что вот эту теорему кука левина ну по крайней мере я надеюсь идейно поняли как она доказывает значит у нас были дополнительные классы значит соответственно если мы дополнительную рассмотрим задачу вот к этой эта задача будет к нп полу это почему а это вот чему смотри это я тоже скажу вот что значит что у вас задача полименеально сводится но в данном случае задача сад это значит что их принадлежит когда и только тогда когда и под их принадлежит ну вот для той же самый от которую мы с вами описать но смотрите я же могу это вот как написать я могу теперь сказать что вот из этой эквивалентности по контрапозиции просто следует что их не принадлежит тогда и только тогда когда я под их соответственно не принадлежит просто эквивалентное утверждение вот это вот эти два и две строчки они привали но теперь что значит их не принадлежит значит x у вас принадлежит и чертой то есть дополнительно тогда и только тогда когда эфир принадлежит дополнение проблем и выполненность то есть множество торжественной формы так вот если изначально у вас и было например из класса мп то дополнение к и просто по определению она принадлежит классу к нп к нп и так тогда получается мы берем произвольную задачу из класса к нп и она той же самой функции абсолютно той же самой сводится к проблеме невыполнимости и тогда получается что проблема невыполнимости является к нп трудной но то что она принадлежит к нп но это тоже мы с вами вот ну и отсюда следует конечно что задача торжественной истинности она полиномиальный эквивалент на задачи невыполнимости она тоже является к нп трудной давайте посмотрим я вернусь на на то значит а нет и здесь этого вот здесь сразу следствие но сейчас разберемся вот смотрите значит я тогда проект скажу вот задача торжественной истинности полиномиальный эквивалент на задачи невыполнимости то есть торжественной годности да мы с вами замечали они сводятся друг другу просто навешиванием отрицание ну и получается что поскольку это является к нп полный то и задача торжественной истинности мульевую форму тоже является коим прополнить но и вот что у нас получается у нас получается что вместо того чтобы рассматривать и равенство классов пнп мы можем проводить вот отдельные задачи говорить причем в том числе задача тождественной истины и потому что если мы вот помните разберемся с классами нп и к нп но это тоже дает нам возможность вот если мы докажем что они не равны это дает нам возможность мгновенно сделать вывод что по не равно нп ну и вот следствие как раз о чем я говорил самом начале что смотрите по равно нп тогда и только тогда когда проблема выполнимости решается полиномиальный но давайте вот поймем почему это так если у нас по равно нп то что получается проблему выполнимости мы замечали что она находится в классе нп вот ну и следовательно поскольку по равно нп конечно же она тем самым принадлежит то есть вот в одну сторону 3 г наоборот пусть теперь проблема выполнимости находится в классе п то есть она решается полиномиальный как нам доказать что вот эти два класса раун но давайте посмотрим то что п включается в нп это известно да потому что если задача решается детерминированным алгоритм его же можно взять и в качестве недетерминированного с той же самой оценкой по времени он у нас получится в обратную сторону давайте возьмем какую-нибудь задачу и класса нп мы доказали эта теорема у калилина что вот эта вот задача из класса нп полиномиально сводится к проблеме выполнений вот и если проблема выполнимости сама находится в классе п то есть еще и решается полиномиально то вот эта сложность введения плюс сложность самой проблемы полиномка из полином дают нам полином и получается что произвольная задача из класса нп требует полином шагов для ее решения а раз так она принадлежит классу п но и следовательно нп включает только вот и в результате вот вам обоснование вот этой вот эквивалент что это означает а это означает вот что вместо того чтобы решать проблему тысячелетия в такой постановке можно но во первых вот у нас было что разобраться с равенством нп и кнп а во вторых можно разобраться с конкретной задачей вот этой проблемой выполненности булевую форму она простая ее можно объяснить даже школьнику вот что что там происходит таблицы понимаем их школе они являются на информации нам только объяснить что значит задача решает вспоминаем то есть объяснение несложное и остается просто разобраться правда ли что вот эта конкретная задача принадлежит вот этому конкретному классу то есть если простой алгоритм не решить вот фокус том что пока никто не смог не предложить такой алгоритм не доказать что такого алгоритма поэтому вот эквивалентность есть но воспользоваться этой эквивалентностью пока не получится другие да но вот здесь приведены примеры задач которые оказываются тоже нп полными на самом деле их очень много и вот вот перечислены некоторые из задач которые ну какие то мы с вами обсуждали какие то может задачу рюкзаке не обсуждали можете в интернете посмотреть что это такое то есть там упаковывается рюкзак при некоторых условиях вот что это за условия такие оказывают сложная задача переборная вот и можно ли ее решать быстро нигде дальше ну дополнительные к ним это к нп полная проблема оказывается можно доказать что некоторые проблемы они полны в других классах например классе псп но вот сегодня нет сегодня уже за одну минуту не успею я вообще планирую доказать что вот это вот проблема кубы она является просто исполнить доказательства очень похоже на доказательство теоремы кука но я думаю мы его достаточно быстро вот сможем получить вот сюда вот можно и помимо интуиционистской логики модальные логики типа каят 4t добавить тоже они оказываются просто исполнить а вот такие логики как пропозициональная динамическая логика без пересечения то есть имеется ввиду что здесь пересечения программ нету вот сетей компетейшнл при лоджик вот они оказываются x-time полный даже то есть это очень сложно а вот если вы добавите пересечения и это от intersection вот значит пересечения вот здесь даже дважды x-time то есть там башни экспонент возникает вот но и вот когда в сети вместо сетей вы рассмотрите логику где нет ограничений на использование вот этих квантеров пути и состояние спеца . тоже оказывается дважды x-time полна вот ну и вот еще одна открытая проблема поскольку кубы у нас поиск полна я надеюсь на еще раз докажем если окажется что ее можно ввести свести к проблеме выполнимости вот полиномиально то окажется mp-space равны тоже открытый вопрос это же он сводится в результате вот к вопросу о сложности одной конкретной задачи в этом случае ну и можно вместо этой задачи другие какие-то рассматривать и так далее то есть вот я тогда в следующий раз расскажу уже про кубы и про модальной логики то есть как получается сложность модальных логик какая она но вот такой план на сегодня тогда он уже минуту задержались на сегодня тогда на этом все вот если есть какие-то вопросы спрашивать у меня с удовольствием ответить если снова ну раз вопросов нет тогда спасибо всем кто пришел вот запись я остановлю до свидания но прошу не петру выводить